Отечественное тракторостроение Но мы не будем разбираться в причинах Мы будем изучать монстры Хотите верьте, хотите нет Но это по тем временам уникальный трактор В мире не существовало аналогов И конструкторы с ХТЗ все построили с нуля Суть проблемы была такова Создать комплементарный трактор Что это значит? Трактор надо было сконструировать один Но с разными ходовыми частями И абсолютно идентичные по другим характеристикам Работы по созданию начали на Харьковском тракторе Тракторном заводе в 1967 году Под руководством главного конструктора Бориса Павловича Кашуба Первые машины уже стали доступны Для народного хозяйства В 1971 году Еще до окончания государственных испытаний И как бы сегодня сказали Доводка тракторов проходила в реальном времени Народу трактор понравился Хотя конструкция была не то, что необычна Она была просто космическая Подобных тракторов в мире не существовало Шел с армии в 1987 году Устроился на работу в совхоз Дали трактор Т-150 новый Так вот и работаю на нем 28 лет Ну, запчастями снабжают Остальные трактора так разошлись Списали уже Трактор хороший Трактор требует внимания Итак, конструкция Остов 150 состоит из двух полурам Соединенных шарнирным механизмом Который позволяет им перемещаться Друг относительно друга в двух плоскостях Полурамы изготовлены из продольных швеллеров И поперечных литых брусьев Передняя часть Тут в основном все и находится Под капотом дизельный двигатель V-образный Шестицилиндровый SDM60 Мощностью 165 лошадиных сил Рабочим объемом более 11 литров Согласитесь, нормальный такой объем Масляный насос двухсекционный Шестереночный А в качестве фильтра Полнопоточная центрифуга Также на передней полураме Установлена муфта главного сцепления С проставочным корпусом Коробка передач И раздаточная коробка Образуют единый блок Ну и естественно Кабина и топливный бак Передний мост трактора Т-150К Крепится к полураме на рессорах Ход моста вверх Ограничивается резиновыми буферами Иногда могут устанавливаться Гидроамортизаторы Задний ведущий мост Крепится к полураме жестко Тут вообще все жестко Так как основная нагрузка При работе чаще всего ложится Именно на эту часть трактора Задний мост без амортизации Внутри спрятаны редукторы Планетарного типа В сборе с колесными тормозами Также на задней полураме Установлен редуктор Вала отбора мощности С независимым приводом Привод к редуктору ВОМ Осуществляется карданной передачей Трактор действительно высокий Для того, чтобы залезть, скажем, наверх Тут предусмотрена дополнительная ступенька Ну что еще вам рассказать про него? Не знаю Ладно, ввысь Просторно, светло, относительно комфортно Сиденья подрессорены Приборы стандартные Каждый человек украшает свое жилье, как хочет Машинки Телочки Куда же без них? Кабина шума, пыли, виброизолированы По тем временам просто сказка По нашим вполне терпимо Просторное остекление хорошее Позже на трактора стали устанавливать Каркас безопасности А, его надо покрутить еще больше? Да, он быстрее будет Это подручной газ Гидромеханическая трансмиссия трактора Чудо-чудная КПП четырехдиапазонная Три вперед, одна назад Восьмискоростная С валом отбора мощности Для привода всяких разных полезных механизмов Вот же ж дергается Это он скорости переключает Сначала я подумал на себе отчаянника На самом деле Воздух какой-то шток куда-то проталкивает Ну не обессудьте И не настолько специалист Трактор полноприводный Но основные ведущие колеса задние При движении по бездорожью Можно подключить передний мост Прямо из кабины И тогда 150-й попрет бодро Но не везти Не любит он слишком кислых дорог и жиж Провалится, не провалится Но на месте елозить будет И сам себя может закопать Шины низкого давления Хотя выглядят сурово Но любят хорошее сцепление Руль поворачивает трактор телом Скажем, при повороте налево Один цилиндр сжимается Второй раздвигается И заламывает трактор Шипит аки змей Но усилия на руле минимальные Если говорить, насколько хорош аппарат Вот вам немного полезной информации Трактор Т-150К Завоевал пять наград На мировых сельскохозяйственных выставках Его создатель Борис Павлович Кашуба Был награжден званием Лауреата Госпремии Советского Союза При огромном количестве плюсов Были серьезные минусы С одними можно было мириться Например, с очень большим расходом топлива С другими, такими, как Большой вес 8 тонн И способный зарыться на ровном месте Да с ними тоже мирились Машина-то была надежная При должном уходе, конечно Трактор поставлялся не только в соцлаге Также 23 тысячи экземпляров Т-150К Было поставлено в Соединенные Штаты Канаду, Австралию, Западную Европу, Азию и Африку Где успешно эксплуатировался Так, как подобной техники никто не выпускал И даже вездесущие Джон Диры Подобные 150-му Появились позже Вместе строили, создавали, стремились Радовались победам Прошлое прошло Будущее не наступило А в настоящем охота продолжается Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин